Приветствую вас, уважаемые зрители! Вы смотрите канал People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами, за то, что вы делаете сейчас время для того, чтобы узнать что-то новое. Сразу же приглашаю вас подписаться на наш канал. У нас каждый день новые и свежие интересные выпуски. Этот не исключение. Сегодня на календаре 27 мая, заканчивается весна, мы на пороге лета. Со мной сейчас в формате скайп-связи гости. Это практика Оракула Шриматрика, органический терапевт, невероятная Мария Ланг. Мария, здравствуйте! Намасте! Рад вас видеть, приветствую. Уверен, что вы еще находитесь, где же еще? В Индии. Оттуда рассказывать нам прогнозы с помощью Оракула Шриматрика на то, каким будет пространство в нашей стране, в Европе, в мире. Это все одна большая квартира, в которой энергии меняются от дня в день. Знаю, что у нас сегодня прогноз на июнь, но по традиции перед этим можем начать с прогноза, который был на май. Что сбылось, что не сбылось, что проигралось, что нет. Какой анализ у вас и какие новости для нас? Дорогие друзья, приветствую всех вас. Я уже покинула территорию Индии, нахожусь в настоящий момент в Непале и готовлюсь к переезду в Тибет, а затем в Китай. Будем двигаться на китайскую границу, в горы. У нас большая программа, мы будем двигаться по коре вокруг Кайласа. Группа уже приехала, мы собираемся духом и собираемся, так сказать, здоровьем и силами пройти этот путь. А вам я хочу сказать, что июнь месяц, он будет похож на кору вокруг Кайласа. И это будет касаться двух стран, и Украины, и России. Я не зря провела такую параллель, потому что июнь месяц — это самый сложный месяц на выносливость и на моральную стойкость для нашего народа. Потому что столько информации и столько новостей, которые мы будем воспринимать в этот месяц, и столько борьбы, которая развернется вокруг Украины на разных уровнях, и информационный уровень, и военный уровень, и уровень политический. Это будет настолько напряженно и настолько волнительно, и в какой-то мере травматично, и болезненно для всех нас. Поэтому нам бы действительно пережить июнь. Но почему я говорила о неком духовном путешествии? Потому что если мы не видим цели, мы никогда к этой цели не придём. Все события, которые разворачиваются вокруг нас, они таким образом на нас влияют, чтобы отвлекать наше внимание, отвлекать и в целом отводить нас от цели ложными целями или какими-то обстоятельствами, когда мы выплёскиваем эмоции, и потом просто у нас нет сил двигаться дальше, поскольку мы очень сильно морально травмированы. Поэтому, дорогие мои, я предлагаю вам перед началом этого месяца июня поставить для себя цель на этот месяц. Эта цель может быть ваша личная, она может касаться в целом как намерения и пожелания для нашей страны и касательно, может быть, каких-то изменений в вашей жизни. Поскольку всё, что будет происходить в течение этого месяца, если вы не будете видеть впереди себя этого маяка, вам будет очень сложно вырулить и не свалиться, допустим, не сойти со своей тропы, скажем так, чтобы всё, что происходит, не отвело вас от того, ради чего вы живёте, ради чего вы действуете. Поставьте перед собой эти цели, что вы хотите или достичь в краткосрочном периоде, или у вас есть какие-то глобальные задачи. И всем событиям, которые будут происходить вокруг вас в течение месяца июня, не дайте вас сподвигнуть от этих ваших целей и с вашего пути. Вот такое у меня у вас к вам пожелание в начале перед этим прогнозом. А давайте теперь вспомним, что же реализовалось в месяце мая. Если мы обратимся к медическому календарю, который у многих уже есть, и сейчас я хочу сказать, что я этот календарь дарю в подарок своим подписчикам, всем, кто подписался на мои соцсети, все, кто подписываются на YouTube-каналы, и они могут заполнить специальную форму и получить этот календарь в подарок. И тогда дальнейшие полгода вы будете знать абсолютно точно, к чему вам готовится каждый месяц. Кроме того, в этом календаре указаны все ведические праздники. Итак, что же было в месяце мая? Месяц май по календарю — это месяц нашей кармы. Всё непрожитое, все невыученные уроки должны были в течение этого месяца всплыть. У кого-то, может быть, всплыли даже кармические проблемы в отношениях, или же заболевания, которые передаются, как говорится, по наследству, по карме. То есть это такое было время, практически каждый человек с чем-то подобным столкнулся в своей жизни. Но с этим же столкнулась и наша страна. Мы пришли к тому, что началось очередное наступление страны-агрессора, российской армии, и, к большому сожалению, наши укрепления не выдержали. И оборона была прорвана, и мы знаем, что произошло на территории Харьковской области. Теперь сейчас там идут жестокие бои. В целом, я могу вам сказать, что это ещё раз подсветило те моменты недостатков, которые происходят в нашей армии, в нашем руководстве. И сейчас, конечно же, будут большие разборки по всему этому поводу. Далее я могу сказать, что я начинала прошлый свой прогноз с того, что прямо с начала месяца нас ждут потери. Мне, конечно, очень не хотелось говорить, что это потери территории, потому что, когда люди слышат негативный прогноз, то у них настроение портится. И они говорят, как же так, вы же нам обещали, а почему же случилось всё по-другому, а почему ещё не конец войны, вы же нам обещали, что будет лучше. Смотрите, что происходит. Дело в том, что обстоятельства мы их избежать не можем, но формирует обстоятельства цепочка наших действий и принятых решений. Поэтому, когда мы сталкиваемся с чем-то и в этот период проявляем не лучшие свои качества, не думаем о том, что для того, чтобы принять правильное решение, нам думать в первую очередь необходимо об исполнении своего долга или своих целей, или своей дхармы, или просто по любви, действовать по любви или из-за уважения. А когда человек скатывается в принятии решений, в такие вопросы, ой, а мне страшно брать на себя ответственность, ой, а что же будет дальше, ой, а я не хочу чего-то лишиться. То есть человек проявляет малодушие. Вместо того, чтобы проявить наилучшие качества своей души, он проявляет малодушие. То есть он, ну а вдруг там всё-таки пойдёт не так, и как бы или слушает другого, или подвергается воздействию негативной информации. Соответственно, человек не принимает правильное решение, и последствия его действий уже отводят его от тех положительных результатов, которым он мог бы прийти, если бы действовал так, как написано, говорится, по судьбе, действовал по зову своего сердца. Поэтому очень часто и прогнозы сносятся, говорится, положительные в сторону, а некоторые, даже негативные прогнозы, не реализуются именно по той причине, что кто-то стал героем, что кто-то отринул всё и пошёл по своей совести. Поэтому давайте будем действовать так. Просто каждый раз, когда мы со сложными обстоятельствами в жизни сталкиваемся, стараться принимать правильные решения, не основываясь на чужом мнении, не основываясь на своих страхах. И тогда, конечно, наша судьба и цепочка событий будут развиваться для нас наилучшим образом. И вот эти потери, которые сопровождали нас весь месяц, это потери и территорий, и людей. И вы знаете, что происходит в Харькове, город, про который я предупреждала неоднократно, что там будет происходить. Примите это к сведению и на следующий месяц, что со следующего месяца легче Харькову не будет. И в Харькове должны оставаться только те люди, которые там жизненно нужны для существования и обеспечения этого города. Что людям надо быть поближе к укрытиям, что людям надо иметь возможность перемещаться в убежище. Не игнорируйте сигналы тревоги. И тем, кому в этом городе нет необходимости обязательно находиться, это, например, дети или люди, которые, в принципе, не работают, а просто там, то старайтесь пока на летнее время оттуда выехать. Потому что весь еще конец мая будут обстрелы, и весь июнь еще этот город будет подвергаться жестоким атакам. Итак, следующие прогнозы, которые произошли, которые реализовались, их по майскому прогнозу, там практически многие пункты реализовались, в том числе, что касается России. В России мы знаем, что произошло очередное наводнение, наводнение в Якутии. Мы знаем также, что произошла отставка Шойгу и перемещение его на другую должность. И вспомните, в этом прогнозе Оракул Шриматрика показал, что у Шойгу накоплены тайные какие-то силы, что он обладает какой-то скрытой армией, что он обладает скрытым оружием, что он обладает очень мощными активами. И что мы наблюдаем дальше? Мы наблюдаем в России ликвидацию генералов, которые как раз были в окружении Шойгу. То есть противоборствующий клан, понимая мощь Шойгу и возможность действительно военного переворота, к которому он таки, да, готовился, начинает устранять, как говорится, по одному всех своих оппонентов, то есть лишать Шойгу его крепости, его мощи, его силы. В раскладе на Россию мы посмотрим дальнейшее развитие событий на эту ситуацию. Возможен ли в России переворот? Что ждет дальше Шойгу? И как будут там дела идти в месяц июня? Ну а сейчас давайте перейдем к июньскому прогнозу по неделям. Да, прошел. Первая неделя у нас всегда это власть, народ, армия. Да? Да. Но в этот раз мы начнем с народа. Потому что, знаете, когда наступают тяжелые времена, все равно народ выходит на первый план. Власть, как вы видите, она может измениться, власть могут подвинуть, власть может поменяться, в том числе и военное руководство. А вот народ – это такая незыблемая единица, которая была, есть и будет. Так вот, на первой неделе у народа возникает ощущение своей силы. На первой неделе июня. И это может быть с тем, что народом могут быть выдвинуты какие-то требования или поставленные какие-то ультиматумы. Или, может быть, наоборот, руководство страны пойдет навстречу народу и смягчит, например, примет решение смягчить условия мобилизации. Или то, чем народ больше всего сейчас недоволен. То есть что-то народ получает по своим требованиям и по своему возмущению, что народ уверяет в том, что он сила, что он все-таки имеет главное значение в этой стране и что он что-то может. Так что позитивные события ждите, которые должны обрадовать население Украины на первой неделе июня. Давайте посмотрим, что же происходит во власти. А на первой неделе во власти как раз ситуация абсолютно обратная. Власть теряет свою форму. Власть как будто бы теряет свои позиции, теряет свое даже здание. То есть такое впечатление, что как будто бы разваливается что-то, то, что они строили. И находится в очень таком глубоком смятении. О чем это может говорить? О том, что действительно, может быть, произойдут какие-то перемены во власти. Может быть, эти перемены будут с тем связаны, что народ, допустим, очень давно недоволен какой-то фигурой во власти. И именно на первой неделе июня эта фигура уходит. Эта фигура и расстановка всех этих шахмат на доске меняется. То есть форма игры меняется, форма вот этой композиции меняется. И в данном случае кто-то будет повержен. То есть кому-то сделают мат, шах и мат, и выкинут этого игрока с поля игры. Как выкидывают шахматную фигуру. И это принесет большое смятение в целом в эти властные структуры, поскольку не будет понятно, как развиваться в дальнейшем станут события. Но забегая вперед, могу сказать, что далее для страны вся эта история, которая разовьется на первой неделе июня с перестановками во власти или с тем, что кого-то из власти выкинут, это для Украины и для страны в целом пойдет на пользу. Поэтому кто бы из власти не ушел и что бы во власти не произошло, народ будет ликовать и народ почувствует, что эти изменения только к лучшему. Далее смотрим, что происходит у военных. У военных первая неделя июля связана с успешными операциями на воде. Поэтому мы можем говорить, что все, что касается мостов, кораблей, воды, водоемов и использования нового оружия в том числе, все будет на первой неделе июня у наших военных успешным. Это хорошо, это очень радует, но неделя в июне четыре. Дай бог, чтобы успехи были на второе, на третье, на четвертое. Будем смотреть параллельно, что происходит в России или посмотрим сначала прогноз для Украины? Посмотрим уже прогноз по Украине. Вторая неделя июня для народа Украины. Вы знаете, тут интересная ситуация, как будто бы... Так, во-первых, возможно отравление. На какой-то из территорий возможно отравление людей. Это отравление может быть различного характера. Это может быть отравление как газообразными веществами, так и отравление и жидкостями. То есть тут надо быть осторожным. Также я могу сказать, что на июнь месяц у России запланированы военные акции по наступлению на Сумскую область и по обстрелу Черниговской области. И вот как раз то, что в прошлый раз показывало расклад, что они готовы применить оружие массового уничтожения. То есть оружие сродни ядерному, когда взрыв этого оружия смертоносим не сколько взрывной волной, а теми веществами и тем ядом, которые он распространяет вокруг. И большому сожалению, в течение июня мы не избегаем еще этой неприятности. То есть эта неприятность пока что не отложена и не исчезла. И большая вероятность такой реализации на второй неделе июня. Поэтому нужно смотреть, что и чем пытается российская страна нас обстреливать. Далее. На второй неделе июня будет выступление мужчины. Возможно, мужчины какого-то политического лидера у нас в стране. То есть речь касается о том, что все-таки начнет проявляться или какая-то новая политическая партия, или какой-то новый лидер. И уже неоднократно расклад показывал о том, что в Украине что-то подобное будет происходить. И вот опять на июнь месяц, на второй неделе идет появление какой-то важной персоны из народа или в народе, который будет потенциально успешным его в поддержке среди народа, его мнения, его высказывания народ будет поддерживать. Что касается второй недели для власти. опять проблемы не уходят, проблемы добавляются. И у власти Украины на второй неделе ощущение, что они прямо тонут в этих проблемах. И они не видят выхода. То есть ощущение безвыходности, что мы идем ко дну и не понимаем, как нам всплыть, как нам от этого всего избавиться. Но тем не менее, кто-то из власти проявит героизм, кто-то из власти проявит твердый характер, проявит волю. И несмотря на эту тяжелую обстановку, которая будет происходить, приведет к успеху. Такое впечатление, что этот человек будет пытаться всячески исправить ситуацию, которая происходит во власти Украины. Возможно, он будет пытаться исправить это перед партнерами страны или внутри страны. Но будет человек, который, как говорится, возьмет ситуацию в свои руки и будет стараться всячески ее выровнять. Что касается военных. на второй неделе июня ожесточенные бои. На одной из территорий будет ощущение остановки и действительно как будто бы заморозки. В силу того, что российская сторона понесет огромное количество потерь, на одной части фронта они прекратят активное наступление. Но на другой части фронта они его активизируют. И я хочу сказать, что на второй неделе июня могут быть проблемы у наших военных из-за предателей. Предателей, которые послужат тому, что будут жестокие обстрелы расположения наших воинских частей. Но они не достигнут своей цели. Промажут, как говорится. То есть будет попытка удара по воинским частям по расположению, которые сдадут предатели, но это не увенчается успехом для них и жизни наших воинов будут сохранены. На третьей неделе июня у народа такое ощущение, что народ или будет приезд людей за границей, потому что тут идет вливание энергии из другой страны, из других культур. Такое впечатление, что люди или приглашения какие-то будут, то есть или какие-то делегации будут. То есть будет всплеск посещения нашей страны иностранцами. И в том числе я хочу сказать, что третья неделя июня очень благоприятно для зачатия детей. В целом вы видите, что на народ выходит больше позитивных карт на месяц июнь. Что касается власти. Ситуация во власти начнет выравниваться именно со второй половины июня. То есть если первая половина июня будет для нее травматично и связана с тем, что будут перестановки и очень нестабильная ситуация во власти, то со второй половины июня ситуация начнет выравниваться. И опять давайте вспомним, какое ключевое событие ждет нашу страну. Это саммит по мирному договору в Швейцарии. Он, по-моему, должен быть как раз на третьей неделе июня. Вы не помните, какое там объявлено число? 15-16 июня. Ну вот это стык между второй и третьей неделей. Третья неделя она говорит о том, что кого-то из нашей власти будут прославлять, о ком-то будут говорить. И на этой волне будут что-то давать. В том числе это касается помощи, в том числе это касается поддержки, в том числе это касается каких-то наград, выступлений. То есть можно смотреть по этому прогнозу, что конец июня для власти Украины очень позитивный. Тут выпадают замечательные карты мудрости, славы, солнца. И на последнюю неделю июня у власти выпадает карта Умеша, карта мудрости. Что уже к концу июня они придут к каким-то мудрым решениям. Поэтому будем надеяться, что власть проявит себя на этом саммите в Швейцарии, что власть Украины проявит себя достойно. Что касается военных, как раз когда начнется саммит в Швейцарии, у наших военных будет прорыв и продвижение. У них будет рывок вперед, у них будет достаточно вооружения к третьей неделе июня. Они будут чувствовать мощную поддержку за спиной и хорошую платформу, с помощью которой они могут действовать, то есть они будут чувствовать уверенность и продвижение, как будто бы они, как говорится, отвоюют обратно что-то из оккупированных территорий, или же будет вообще стремительный рывок вплоть до Крыма. Поэтому на третьей неделе у военных в Украине будет все замечательно. Четвертая неделя июня для народа. активизируются очень много недоброжелателей, активизируются, как говорится, вбросы и ПСО, активизируются всякие новости неактуальные, которые ведут к цели ухудшить настроение людей в целом. То есть что-то будут опять очередные информационные вбросы. И опять, смотрите, проявляется на четвертой неделе июня в народе опять проявляется этот мужчина, эта личность, которая о чем-то говорит, которая к чему-то призывает и накапливает энергию и свой потенциал и народ его поддерживает. То есть мы можем четко проследить появление какого-то нового политического игрока или же это будет из той среды, которая существует, он проявится просто ярче или это будет новый человек, но его программа, его речи будут очень народу нравиться, люди будут его согласны слушать и, скажем так, поддерживать. Также и у власти нашей со второй недели июня больше идет позитивных карт и возможностей. А вот что касается конца июня для наших военных, большому сожалению, на одном из участков границы будет жестокое столкновение, которое будет сопряжено с большими потерями. То есть мы можем говорить о том, что весь июнь на самом деле Рашистская Федерация не будет успокаиваться и пытаться атаковать участки фронта обстрелами, будет атаковать город Харьков, будет атаковать области Сумскую и Черниговскую. И их цели в течение месяца июня уже будут не сколько гражданские объекты, а сколько их будет интересовать размещение наших военных, наших баз. То есть они, зная, что поступает оружие, будут пытаться атаковать те места, куда приходит это оружие и где, возможно, оно складируется. Поэтому весь июнь месяц их обстрелы будут сосредоточены на военных объектах. Это очень важная информация, имейте это в виду. Почему же я сказала, что июнь месяц будет самым тяжелым? Я хочу вам объяснить такую вещь, что Украина в глазах мира не является таким мощным политическим игроком, например, каким является Россия. И как нам не больно это осознавать, мы должны понимать, что у России в настоящий момент возможностей больше. По многим причинам. Начиная от того, что у нее есть ядерная кнопка, потому что ее агентура работает во многих странах мира и создает там смуты. Посмотрите, что происходит в Грузии, посмотрите, что происходит в ситуации в других странах, вплоть до теракта в Европе, когда какие-то пожары, взрывы на заводах. И Россию воспринимают с большей опасностью и, соответственно, в первую очередь не хотят провоцировать террористических акций с ее стороны. поэтому Европа может выглядеть как слабой, как нерешительной, но мы говорим что маемо, то маемо. Поэтому те решения, которые будут приниматься на саммите в Швейцарии, к большому сожалению, они могут не поддерживать в полноте те идеи, которые представляет Украина для своей победы. А именно саммит в Швейцарии может выдвигать предложение действительно о том, чтобы отступить и оставить оккупированные территории России, прекратить за них воевать. Саммит в Швейцарии будет наставить на том, чтобы прекратила Украина дронами обстреливать глубинку России и уничтожать нефтяные заводы, склады с бензином и различные места и заводы. То есть скорее всего, что Украина будет поставлена в тиски и в очень неприятные рамки, но тут уже очень сильно зависит от мудрости и поведения лидеров нашей страны, поскольку проблем в нашей стране очень много, начиная с того, что мы уже видим, как разворовываются средства, какая коррупция не только в госструктурах, но и в том числе в военные организации. То есть все это выглядит печально, ужасно, и за это тоже нас не сильно и уважают, потому что все понимают, что происходит. Поэтому для того, чтобы стать сильным, нужно измениться вначале самому, нужно изменить что-то в своем поведении, нужно изменить что-то в своих решениях, и если Украина не будет это делать, то, к сожалению, она никогда не станет сильным игроком и никогда с ней по большому счету считаться не будут. Вот народ Украины, наблюдая весь сценарий развития событий в течение июня, который будет происходить в международном пространстве, будет глубоко разочарован, будет ощущение, что нас продали, сдали, предали, и что никогда это не закончится, и что все было бесполезно, все эти жертвы и так далее. И вот эти тяжелые ощущения, они будут сопровождать нас весь этот месяц. И только в июле пойдут кардинальные изменения. Поэтому я вас прошу не унывать, я вас прошу, чтобы вы не слышали, не падать духом. Надо абсолютно сохранять боевой дух, надо знать, что мы все равно прорвемся сквозь стерни к звездам. Конечно же, Украине предстоит много еще изменений, но мы к этому идем, и я надеюсь, что страна выдержит, и все люди будут едины, потому что именно единство людей усиливает, оно людей объединяет, когда люди объединены одной целью, объединены одним стремлением, и главное, чтобы все эти события не повредили наше единство, чтобы люди не начали опять ссориться, чтобы не начала одна половина кричать, все, давайте прекратим, давайте сдадимся, и так далее, другая половина нет там до победного конца, до последнего украинца, то есть это крайности, давайте будем избегать крайности, будем находить золотую середину, и это дипломатия, это все-таки наука о равновесии, о том, чтобы как лавировать между этих айсбергов, я думаю, что у Украины есть шансы, несмотря даже на то, что будет принято на этом саммите, несмотря на то, что о чем там они поговорят, все равно Украина есть шансы сделать исход войны таким, как она себе представляет. Благодарю вас за слова поддержки, это очень важные слова, после такого прогноза сказать, чтобы люди не унывали, что все-таки это временно. Спасибо большое, искренне надеюсь, что у каждого хватит сил не унывать и поддерживать еще и при этом других близких людей, украинцев, соотечественников и так далее. Можем кратко сделать краткий прогноз или как ваше душе угодно на Россию, просто чтобы посмотреть, какие процессы будут там происходить, потому что они непосредственно влияют на те процессы, которые происходят в Украине. Непосредственно. Прогноз на Россию на месяц июнь. Первая неделя для народа России. Здрасте, Россия. И первая неделя для военных России. Так, ну смотрите, что происходит. На народ выпадает перевернутая пуруша, то есть пуруша это ощущение абсолютного собственного бессилия и осознавания отсутствия потенциала и возможностей. То есть события, которые будут происходить на первой неделе июня, они как раз моральный дух народа России не укрепят. Наоборот, те события, которые они увидят, они их, как говорится, выбьют из обычного состояния, переведут в состояние некой беспомощности. Еще о чем это может говорить? Может ли это говорить, что будут какие-то катаклизмы, вследствие которых человек будет беспомощный? Тут идет карта, которая указывает на активизацию недоброжелателей. То есть совершенно это могут быть совершены диверсии. взрывы, диверсии, у людей будет паника. Как интересно, им будет казаться, что у них отбирают какую-то территорию. Будет какой-то вброс в информационном пространстве о том, что или же что-то начнет на территории России происходить, когда какая-то территория объявит может быть о том, что они хотят отделяться или как-то там аннексируются какой-то кусочек территории. Потому что речь идет о границе. Или же эти все неприятности будут на границе. То есть это говорит о том, что на первой неделе июня успехи наших военных гур разведки будут успешными. То есть будут поражены какие-то объекты. Возможно пострадают и жилища людей. Пока я не вижу, чтобы тут были смерти. Я больше вижу, что тут огонь, пожары и люди теряют свое жилье. Вследствие чего они чувствуют себя беспомощными. Также на границе как будто бы какая-то страна выдвигает ультиматумы или хочет подвинуть границу. Вот мы знаем, что сейчас в России идет нагнетание обстановки в Балтийском море. давайте посмотрим, может ли это ситуация в Балтийском море, когда Россия хочет двигать быки, привести к тому, что подвинут границу России наоборот, то есть привести к обратному эффекту. Ну нет, это не Балтийское море, это скорее всего граница какая-то, которая проходит по земле, потому что на Балтийском море Россия будет в течение июня чувствовать себя нагло, чувствовать свое какое-то превосходство от своей наглости, от своего шантажа, и пока что она будет стоять уверенно на своих позициях и шантаже. Поэтому в Балтийском море ситуация будет обостряться, она не будет улучшаться для НАТО, она будет в какой-то степени показывать, что Россия в очередной раз ей позволяет вести себя безобразно и на это никакого ответа нет. Что касается власти России, тут выпадает интересная карта на первую неделю июня, сильнейший конфликт вплоть до опять подстроенных каких-то аварий, то есть может кто-то из власти России на первой июня, на первой неделе июня или пострадать в аварии или же получить серьезные ранения в аварии, а также во власти нагнетается вот именно конфликт, связанный с борьбой за пространство. Что касается у военных, вы знаете, на май месяц показывало, что позиции военных где-то могут затопиться, но этого в мае, мы видим, не произошло, то есть показывало какой-то потоп, который будет препятствовать двигаться военным России. Ну, пока что искусственный потоп создала только Польша на своей границе, но там не двигались военные, а тут касалось именно, что это будет касаться войны с Украиной. И тут опять выходит потоп на первую неделю июня, поэтому мы можем говорить о том, что эта опасность от них никуда не ушла, и будут у них потери, и будут затоплены какие-то объекты военные, может быть не на территории фронта, а где-то в другом месте, но какие-то военные объекты нужные будут затоплены. В том числе это может касаться затопленного корабля, потому что как раз на первой неделе для Украины, если вы помните, у них успешная операция на воде, так что может говориться о том, что они потопят очередной корабль или потопят что-то стратегически важное для россиян. Итак, вторая неделя у России для народа, для правительства и для военных. Будет продолжаться нестабильное состояние людей в целом в России и будет ощущение такого обмана очень сильного. Вы знаете, это может говориться о том, что вот эта скрытая мобилизация, которая у них продолжает идти, она в середине июня примет такие устрашающие формы, когда людей, не предупреждая, или же обманным путем будут куда-то заманивать и забирать в армию. будут куда-то приглашать, а в конце концов это будет приглашение с билетом в один конец. То есть через обман людей ведут панику, поскольку их будет просто захватывать как заложников. И это будет уже со второй недели июня. Что касается правительства. Вот интересная история, что на второй неделе у правительства России как-то ситуация между борьбой этих кланов выровнится и они получают откуда-то очень серьезную помощь. Это может быть Китай, который обещал и куда ездил так называемый Путин на переговоры. То есть именно на второй неделе возможно поступление необходимого источника или денег, или материалов, или военной помощи, которая укрепит позиции власти в России. Давайте посмотрим конкретнее, что это за энергия, которая им поступает. Значит, на самом деле это поступит не из-за границы. Карты показывают, что они найдут эту энергию из тех мест, которыми они владеют. Это может быть как сама территория России, так территория любой страны СНГ, которая считается колонией России. Например, такая страна, Беларусь и другие из жесней, которые максимально зависят от России, Армения. То есть откуда-то на второй неделе июня Россия получает огромную энергетическую подпитку, но это не за границей, это будет не Китай, это будет страна, которая уже давно под этим игом находится. И что касается военных России на второй неделе, опять страдания от воды. Значит, смена руководства, кого-то будут опять из генералов сгибать в Барани рог, кого-то будут отстранять, кого-то будут закрывать. И они будут вынуждены искать военного союза, военной помощи от кого-то, может быть, от стран, опять-таки, которые с ними, их поддерживают, там, бывшие страны СНГ, с которыми у них там военные союзы есть. То есть будут вынуждены обращаться за помощью к какой-то из стране, чтобы она им прислала там, грубо говоря, живую силу, которая пойдет дальше воевать. То есть мы будем говорить о том, что уже этой мобилизации, которая в России происходит, недостаточно. Они будут пытаться мобилизировать всяческим способом еще народы. И это может коснуться белорусов. Белорусы могут проснуться в один прекрасный момент с объявлением, что они обязаны отслужить в российской армии. Вот не зря туда поехал так называемый Путин, потому что он приготовил очень много неприятного для белорусов. И Беларусь, забегая вперед, я посмотрела, белорусы ждут большие потери. И я так в двух словах объяснила, что хочет Россия использовать все промышленные мощности Беларуси, чтобы перестроить и экономику Беларуси на военные рельсы. То есть заводы по машиностроению или там производству каких-то веществ, они сейчас у белорусов отбирают, они отбирают у них возможность получать доход с этих производств и перестраивают их полностью на военную систему и ставят там своих людей. И Беларусь теряет и продукцию, и теряет доход, потому что это все уже плывет в чужие карманы. Также это может коснуться того, что будет какая-то тоже мобилизация белорусов или может быть не всего населения, а например военных. То есть военных белорусов например обяжут идти служить туда. То есть будут изданы какие-то законы, при которых будет потеря населения и потеря промышленных мощностей, которые Россия отбирает, чтобы усилить свою энергию. И вот это все начнет развиваться со второй половины июня. Такая страшная программа. Ну вот видите, у Украины нет возможности отобрать у кого-то что-то. Пока что все отбирают у Украины. И к большому сожалению, сами которые люди считают себя украинцами и даже людьми, которые должны заботиться о народе, они тоже что-то отбирают у Украины. Как мы можем таким образом выглядеть сильными в глазах мирового сообщества или в глазах партнеров, которые абсолютно знают, что происходит у нас. Поэтому если это не менять, то мы рано или поздно мы не выдержим. То есть если просто за нас полностью не начнет воевать какая-то другая страна, Украина долго не протянет. И все это абсолютно понимают, что нам сейчас нужны очень серьезные решения, очень серьезная помощь, вплоть до того, что действительно присутствие военных других стран на территории нашей страны. А как вы думаете, почему еще пошли эти разговоры? Ведь разведка работает и всем стало понятно, что Россия собирается мобилизовать например белорусских людей. То есть она готова использовать человеческий резерв другой страны и поэтому активно сейчас идут пока что разговоры о том, что Польша, Балтийские страны, Франция, да, еще там кто вызывался присутствовать. Поэтому и страны союзники Украины тоже об этом говорят, чтобы иметь какой-то противовес этому всему. Поэтому учтите, что развитие событий, обострение вследствие того, что со стороны России присоединятся белорусские войска, а со стороны НАТО присоединятся к нам другие страны, это очень и очень вероятно. То есть эскалация нарастает, конфликт по крайней мере не снижает градус, а именно летом он может перейти совершенно на другой уровень. И все это понимают. И многие понимают, что лучше этот конфликт заморозить в том состоянии, в котором он есть, нежели втянуть в него еще новое огромное количество стран. А это втягивание неизбежно, поскольку Россия уже договорилась с тем, что Беларусь зайдет на территорию Украины. Ужасные новости. ужасные. Не хочется, чтобы все так поворачивалось, но видимо об этом знают и видимо готовят людей к тому, что так будет. Искренне надеюсь, что беларусы как-то запротестуют или будут иметь возможность каким-то образом не идти во все это. Но и не исключаю возможности, варианта, что такое может случиться. Благодарю вас, Мария. Спасибо большое. Давайте посмотрим финал, финальную неделю для этой страны. Итак, для народа конец июня, для власти конец июня и для военных конец июня. посмотрите, у народа России фонема перевернутая чакшу. Чакшу это когда я уже не видеть, не слышать не хочу, не знать не хочу и готов просто поставить шторы. То есть нет, невозможно наблюдать эту действительность. То есть я думаю, что это будет касаться конечно жестокой мобилизации и прессинга людей. Людей будут приставать до такой степени не просто с целью мобилизации, а с целью, чтобы запугать население, чтобы оно не сотрудничало например с украинскими партизанами. Ведь все, что происходит сейчас на территории России, такое партизанское движение и успешные операции наших разведчиков, они конечно же невозможны без поддержки местного населения. И вот сейчас пойдет террор, запугивание и прессинг обычного гражданского населения. Это первое. И второе, конечно же, обманным путем будут куда-то вызывать или куда-то заманивать мужчин и без выхода они будут отправлены на фронт. И власть будет потирать руки и чувствовать себя очень умными, потому что они будут видеть, как успешно реализуются их планы, все, которые они напридумывали. То есть они поставили такую вилку или у нас сейчас вливаются войска наших стран и конфликт разрастается, или же вы идете на условия заморозки на наших условиях, понимаете. То есть к концу июня они будут ликовать, потому что в чем-то Украина будет чувствовать свое бессилие и невозможность повлиять на решения и в том числе не будет ощущаться поддержки со стороны западных партнеров той, на которую мы рассчитывали. Но что же будет в это время происходить на поле битвы? А вот посмотрите на конец июня ганха перевернутая. Опять это может быть как последствия войны за оболоченной местности, затопления и большого количества утопленников. Также это может говорить о том, что большие потери на полях сражений, откуда трупы не вывозят и они там уже завонялись и лето и в общем это выглядит все ужасно. То есть какие-то большие потери и застой. То есть к концу июня российская армия придет к нехватке боеприпасов, к невозможности продвигаться и к огромным потерям живой силы. Когда это на наших полях и некому будет их не вывозить, не спасать, так они там и останутся. То есть вот что будет происходить в течение в России. Теперь давайте посмотрим такую фигуру как Шойгу и Пригожин и кто же будет все-таки осуществлять переворот в России. Посмотрим клан Патрушева. На сегодняшний момент две самые сильные фигуры в России претендующие на власть. Шойгу таки действительно поощипали за месяц май. То есть все его знаете вот видимо у человека присутствует такая тупость и прямая линейность. То есть все что он там себе подготовил и накопил не удалось ему содержать в тайне не удалось ему реализовать то что он задумал генералы все повязаны а все это произошло из-за предателя которого внедрили в его окружение и предатель очень успешно справился со своей задачей полностью развалил ту схему которую планировал делать Шойгу. Так и чем это дальше обернется для Шойгу? Ну очень интересный расклад очень интересный расклад. Вы знаете для Шойгу это не не обернется фатальной катастрофой потери этих генералов потому что скорее всего что он будет еще с кем-то объединяться и в целом композиция между Патрушевым Шойгу и товарищем Пригожиным который пока что прячется в армии выглядит абсолютно равновесной как будто бы эти силы по мощи равны но что ждет впереди Патрушева а что впереди ждет Шойгу Патрушева ждет смерть и окончание его деятельности если это будет смерть не физическая то это будет смерть как окончание его деятельности в правительстве в политике внутренней и так далее то есть на него идет обрубание на его деятельность на его жизнь идет окончание Я думаю, что после этой акции с генералами они совершат удачное покушение или на Патрушева, или на кого-то из его ближайшего окружения, что приведет к тому, что как раз линия этого клана, движения этого клана могут быть остановлены. А вот как раз Шойгу опять вылезет в дамки, а он опять почувствует свою силу. Но тут дальше будет между ним борьба и между Пригожиным, который тоже набрался очень много активов и будет продолжать свою мощь и выступит с решительным ревком уже к концу этого года. Поэтому будем наблюдать этот увлекательный сериал, который проходит в их власти. Что касается Кадырова, Кадырова будут оттеснять, и как я уже говорила в майском прогнозе, по какой-то причине или своего здоровья у него будут потихонечку отбирать его полномочия и власть. Это будет происходить так потихонечку, незаметно, пока человек не поймет, что он практически уже ничем не руководит. Вот, то есть уже этот процесс запущен, и его потихонечку с арены, как мощного игрока, оттесняют. Вы так улыбаетесь, как будто знаете, чем все это закончится. И как будто у вас там уже написано. Хорошо, но не нужно. И я хочу на этом моменте сказать всем всего доброго, попрощаться, и хочу пожелать всем всего наилучшего. Я думаю, что прогноз для Украины должен, несмотря ни на что, проиграться наилучшим образом. Желаю всем мира и добра. Благодарю, благодарю. До встречи. С нами на связи была практика Ракула Шримадрика Мария Ланг. Подписывайтесь на все ее соцсети. Все будет хорошо. Есть такое чувство, что все будет хорошо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова